Всем здорова, с вами Эдвин, и вы на канале Гостя Геймиса. Как вы знаете, с этой прической я что только не делал. И красил, и делал разные, так сказать, прически. То есть, вот так, вот так. Короче, все это фигня. Сегодня будем делать нормальную летнюю и пацанскую прическу. Естественно, у нас будет наша машинка, с которой мы будем меня встречать. Так же там, пара насадок. И уже у меня есть папа, который умеет нормально делать пацанские стрижки. Так что, прям вот так? Прям вот так на лосы. Короче, кто может, новенький, не знает, в общем, я буду стричься почти на лосы. Немножко такую тучину, где-то волосы ставим. Вот, и чуть-чуть там креатив. Ну, короче, дело, мы ракез. Самый простой, нормальный вариант на лето. И при этом, если ты подросток, и быстро растешь, и прыщи тебе достали, без этого, конечно, никак. Это нормальное состояние подросткового возраста. Если у тебя нет прыщей, с тобой столько долго что-то не так. То ли ты, наверное, не растешь, то ли что. То ли ты вообще не вырастешь. Эдвин уже когда-то сидел маленький, теперь уже в рост, да, почти вот. Идем здесь вон. Почти как шкаф. Вот если бы не Эдвина прическа, он даже своей прической уже такое ощущение, что выше меня. А вообще, вот, прижми волосы. Вот. Без волос, ну, чуть-чуть вот, осталось чуть-чуть. И уже будет в мой рост. Да. При этом, сильно таких прям запар у Эдвина с прыщами-то и не было. У меня, наверное, побольше было, чем у Эдвина. Так что это, в общем, нормально. И вот каждый раз у меня потеет волку, и у меня тут как слой такой, пота вот прям. Да, короче, состригайте свою волосню нафиг. Да, она, в принципе, вам не нужна. Носите короткую прическу, чаще мойте лицо, и все эти средства, там, антипрыщ, это все туфта. Это вообще, да, еще хуже делаете. Просто короткая прическа, почаще купаться, и вообще, как только есть возможность, просто умывайтесь, чтобы чисто лицо было. Потому что организм растет, обмен веществ ускоряется, чтобы человек вырос. Соответственно, будут вот эти прыщи. Чуть-чуть еще вырастешь, а потом уже все, ничего не будет. И, кстати, знаешь, что? Вот недавно заметил о том, что на улице очень много гуляет, там, что только напряжение на ноги не делал, у меня уже Эдвин какой-то спортсменов. У нас, кстати, там спортзал уже почти, фитнес-клуб наш личный почти уже готов. Эдвин, если вам, ну, если хотите, да? Я могу, в принципе, заниматься вот домашним спортом. Да, будем показывать, как Эдвин будет заниматься спортом. Вообще сделаем обзор, да, твоего фитнеса. Прокачивать не надо еще, это еще мало. Да. Но это сейчас пока в рост, еще чуть-чуть вырасти, да, а потом пойдет уже в ширину. Так что, ролик про... про прическу, да? Да. Да, уже забыли сейчас снимать. Ролик про прическу, так-то. Ладно. В общем, будем сейчас стричь. Оль, можешь чуть-чуть подержать, нет? Или сядь на стульчик, подержи маленько. Вот, на стул. Мама у нас только проснулась. Все? Вот. Вот так вот. Водим на телефоне, у нас заставка какая-то тупая фигня установлена. Что это вообще? Да. Пишарик какой-то смотрит. Ну, Ализатор, я уже он напугал, но потом уже нет. Что это вообще? Да. Сзади нормально так. Теперь эти тупые как... Зачем это? Не знаю, просто не припомнился. Отпугивают людей, что ли, от телефона. Идиотский кошак. Так. Ладно, давай, наверное, покороче, нам пирачить, да? Нет. Сразу же вообще. Лайфхак небольшой. Просто снимаете вот так. Газон большой. Трехлетний. Солнышко в руках. Как будто ободолкосеты. Вот. Скорее, ты такой красавчик, да? Лилия, ты смотришь подругами. Такой, ого! Угарчики, угарчики. Сейчас сделаем, наверное, крест. Что такое прическое видал? Что? Ну, это самая стильная прическа этого года. Нормально? Да, да. Она просто иногда щекотит, когда вот это просто на этих крестах подстанет. Давайте я вам покажу. Вот такую прическу это хотел. Бомж. Какой бомж? Это дебил похоже на к это. Что делают волосы, да, всего лишь? Нет, Повернуть боком, или... Знаешь, на кого я похож? Это надо Маргельстерну посоветовать, чтобы он такую прическу себе сделал. Да-да-да. Чтобы он максимально тупой выглядел. Потому что современная молодежь что-то любит вот этот весь тупик. Я еще вспомнил прическу, когда, знаешь, длинные волосы, они одевают такую штучку, я не знаю, это девчонская фигня, ободок вот, и ходят типа крутые. Да, блин, эти гомосеки. Я не знаю, куда катится вообще мир. Дебильные какие-то прически, длинные волосы, ногти начали красить. Синий цвет. Синий цвет, да. И вся эта фигня, кстати, идет не от российского даже, а этого. А о реванской? Да, это вот у американцев фишка такая есть. Но она давно уже была. Сейчас у них это популярнее стало. Они ногти красят, уши прокалывают, всякие штуки. На голове у пацанов уже причёска, как у девочек, блин, фиг отличишь. Кстати, очень часто я смотрю, вот когда в влогов попадается, людей, да, смотришь, не можешь понять. Я вот стопудово говорю, это вот эта девчонка. А потом, бац, оказывается, это пацан. Ну, были такие моменты, кстати, когда мы вообще гуляли и думали, что это девчонка, а на самом деле это... Да, ну, блин, как так? Вот этот чувак вот ходит, и как ему так хочется себя чувствовать, что вот такой идёшь, и ты типа чё, тёлочка, блин, как так? Чё за вообще прикол? Мы ходили, когда пацанами лазили, старались выглядеть, ну, максимально брутальные, по-пацански, я не знаю, жёстко, чтобы, да. Чтобы боялись. Боялись, да. А сейчас что-то какая-то манера у молодёжи выглядеть максимально соплежуйно, блин. Какие-то сопли, вот это всё, блин. Ты ещё в ТикТок не заглядывал, там вообще... Зачем так делают? Вы все не понимаете. Вот напишите в комментариях, если есть волосатики, нахрена вы так стригётесь? Вот даже интересно. Очень, не очень интересно. Зачем они так делают? Вот кому что хотят? Типа, знаешь, что это? Современные. Модные. Модные, да, очень модные. Так, так вот. Ладо там они ещё угорали, да? Да не, они не угорают. Многие серьёзно это делают. Поугарать-то понятно, поугарать. Ну, они реально... Ходить на улице с ободком... Это уже, блин, какая-то херня, если честно. Можно, конечно, длинные волосы носить, но есть... Сорка там? Нет, не в зиме делаю. Есть нормальные пацаны, которые тоже в бок туда едут. Просто обычно длинные волосы, там, я не знаю, есть актёры, например, такие с длинными волосами, или воины. Ну, они хотя бы ведут себя, блин. По-пацански. Да, по-пацански, да. А эти удлинят и начинается манера, как у девочек, это поведение какое-то. Так, ну, мне одной рукой, в общем, неудобно. Так, наверное, ребят, сейчас приосновим. А раньше вот так стригли, кстати. Я знаю, да, это показывают фотографии. Да. И очень даже популярно было. Вот тут чёлку оставляли. Чё, они спереди вот так сделали. Знаешь, зачем так? Не хотели состригать, потому что все совсем раньше вшивые ходили. Да? Да. И мамам, там, папам, родителям, в общем, некогда было. Все работали где-то на этих, на полях, на лугах. И чтобы дети вшивые не были, им состригали, ну, типа на лысо, но они не хотели на лысо. Они хотели что-то оставить. Да, и им, короче, оставляли тут спереди чуть-чуть вот такую чёлочку, и у них было ощущение, что они не совсем лысые. И вот так вот ходили. Кстати, знаешь, даже сейчас так иногда стригут. Угадай, на кого я похож мне сюда ещё усы поставить. Ну. Так. О, уже круто, модно. Всё, уже модно. Хохол. Ну всё, ладно. Теперь, короче, убираем эту тигню. Шняга шняжная, жизнь общастная, беспонтовая, но прикольная. короче сейчас состригу здесь оставлю коротко здесь вообще лезвием по стригу это сбреем прям четко а здесь у тебя там в течение пяти-шести дней чуть-чуть подрастет и будет вообще нормально но у этвина этвину даже вот такие вот короткие прически лысые они идут они больше но но у меня череп под ним у тебя ровный этот голова у тебя ровная четко вот тебе в принципе то и нафиг эти волосы на голове не нужно сейчас делаем еще короче башка вы готова волос больше не будет строго запрещено сейчас вот посмотрите встань ровненько получается что у эдвина из-за того что волосы видите светлая голова вот здесь относительно его лица лицо загорел а голова нет это не очень хорошо надо чтобы нормально летом башка загорела тогда будет крепкая витаминизирована и мы сделали как верхушку оставили вот так вот побольше здесь совсем вот убрали вот сейчас не очень хорошо видно на камере но где-то не 5 10 там и не знаю у него вот эта верхушка вырастет и пока уже проявится так что мы пока это все дело убрали повернусь ну и фирменная штучка или плюс чем бороду которая пушинка была тоже убрали что едино как пух начал расти борода вижу по пошла надо это тоже сострегать пацанам кстати тоже если у вас идет пух усы борода убирается пока я как бородовод заядлый много-много летний опыт ребята могу вам это стопудово сказать убирайте этот пух он выглядит по идиотски это раз вот когда у пацанов усы начинают расти и ботаны сразу лучше убирайте и если пух на лице растет тоже станок и можете убрать то что вам говорят там бабушки мамы там не надо пока не трогать это детское чего-то купите станок короче и убирать да и и вот это все убираете и постепенно у вас как раз таки к возрасту все старше старше борода будет жесткая крепко нормально пацанско если будете тянуть с этим пушком потом там бабушки мама вам будет так и говорить типа нет не надо еще рано еще рано еще рано а тебе потом раз 30 лет а потом уже поздно когда говорят а чё это у меня борода не растет что мне можно сделать и потом мама там с бабушкой опять ой бороды нет ой вот ими надо сказать а какого фига тогда запрещали мне убирать а теперь вот как так получилось чтобы в дальнейшем вот такой фиге не было просто убирайте все усы и это просто постепенно еще генетика смотря какой какие родители дед отец там да но все равно убирайте нафиг этот пух нафиг не нужно а то донят один раз пока молодые еще пацаны вот просто тупо шастаете по улицам там тоже максимально покороче стригитесь чтобы башка загорала нормальная кожа была витамины были а потом уже постарше станете женитесь и все такое уже будете с волосами с бородой да вот так примерно и волосы будут и здесь будет все короче будет все быть нормой а пока молодой гоняй лысый нормально все но я короче пошел мыть голову а потом пойду загорать да пока